Библейский портал экзегет.ру представляет Деяния апостолов, 11 глава, перевод Международного библейского общества. Я читаю его для библейского портала экзегет. Библейское повествование устроено иначе, чем наше нынешнее. Мы, наверное, все это видим многократно, убеждались на разных примерах. Но иногда нас удивляет, почему оно так выглядит. Ну что им, не лень было переписывать полностью 10 главу или почти полностью в 11? Не такой большой объем книги Деяния. Можно было много всего интересного написать вместо этого. Петр пересказывает в 11 главе то, что уже мы читали в 10. Более того, в 10 мы, собственно говоря, два разных видели повествования, где сначала что-то происходит, а потом он о нем рассказывает. Так он рассказывает об этом в третий раз. Апостолы и братья Ваудеи услышали о том, что язычники тоже приняли Слово Божье. Вот это очень важный момент. И, наверное, не случайно, единственный раз во всей этой главе, если вспомнить, что Лука написал еще и Евангелие, то вот во всех этих двух книгах, единственный раз действительно длинные и скучные с нашей точки зрения повторы. Но очевидный смысл в том, что здесь происходит нечто невероятно важное. Язычники тоже приняли Слово Божье. То есть, смотрите, Христос, возносясь, оставляет одну единственную заповедь. Это быть свидетелями. Книга «Деяния апостолов» — это книга о том, как они были свидетелями. Ну, или в другом месте уже в Евангелии сказано, научите все народы креста их во имя Отца и Сына и Святого Духа. В принципе, одно и то же в разных только выражениях. И это, наконец, начинает сбываться. До сих пор только из иудеев оказывались верующими люди. Ну, пришедшие в Иерусалим, возможно, не только иудеи, но и те, кто так или иначе иудаизму симпатизировал. Неважно, в общем, это вот было таким внутренним делом иудеи и иудеев. И в какой момент церковь становится общечеловеческой, не национальной, не замкнутой в узкие рамки иудаизма, как некой религии, которая оказывается еще и колыбелью для христианства. А вот ровно в этот. И поэтому, смотрите, это введение свыше, раз, это исполнение этого введения в практическом действии, два десятая глава, и это рассказ об этом церкви. То есть, как часто бывают разные всякие вещи в истории происходят, ну, кто-то что-то начинает делать или там какую-то практику предпринимает. Это очень часто в истории христианства, это было. Но в какой момент это становится значимым явлением? В тот момент, когда человек делится этим опытом с церковью, и церковь его принимает как часть своего опыта. Вот ровно это описано в одиннадцатой главе. Поэтому это важно, что не просто Петр пришел и сказал, о, привет, тут все было очень круто. Но он рассказал, что, собственно, было, как это было. И еще раз, три элемента, из которых складывается то, что мы называем преданием. Это откровение свыше, это действие людей, которые это откровение проявляют в своей собственной жизни, и это церковное принятие. Вот без этого не сложится предание. Это будет либо чьим-то личным опытом, мистическим там, или деятельным. Это уже не очень важно, да, но это вот что-то такое личное. Поэтому, когда Петр пришел в Иерусалим, верующие из обрезанных, ну, то есть из иудеев, стали упрекать его. Ты ходил к необрезанным и ел с ними, говорили они. А это запрещено. Петр вообще-то сам иудей, да. И совместная трапеза воспринимается как, ну, некое ритуальное практическое действие. Тогда Петр начал подробно объяснять им, как все произошло. Я был в городе Иопии и молился, сказал он. То есть не просто вот что-то не захотелось покушать, да, я думаю, зайду, а там язычники сидят. Ну, ничего страшного, я с ними поел, да. Это, собственно, рассказ о том, как у церкви появляется новый опыт, да, которого раньше не было. И он начинается с молитвы, когда человек, может, еще и не ждет никакого нового опыта. И молился, сказал он. В это время у меня было видение. Нечто вроде большого полотна, которое за четыре конца спускалось с неба прямо туда, где я находился. Заглянув в него, я увидел четверонагих животных и зверей, присмыкающихся и птиц. Потом я услышал голос, который говорил мне, встань, Петр, заколи и съешь. Ну, то есть, наружу правила кашрута, пищевые ограничения, которые в пятикнижии внятно выражены. Нельзя есть, соответственно, присмыкающихся, из птиц очень мало кого, ну и так далее. Я же ответил, нет, Господи, никогда я не брал в рот ничего оскверненного или нечистого. Голос с неба опять сказал, не называя нечистым то, что Бог очистил. Так повторялось три раза, и затем полотно было опять поднято на небо. Три раза, и здесь история три раза. Три раза как подтверждение. Один раз, ну, мало ли кто, что сказал или сделал. Всякое бывает. Два раза, ну, тоже некоторая, может быть, случайность или, так скажем, недопонимание. Но три раза это вот уже утверждение. Три раза это уже вот практика. И затем полотно было опять поднято на небо. В тот же момент у дома, где я находился, остановилось три человека. Опять три, да. И это тоже некоторая символическая вещь. Посланный ко мне из Кесарии. Кесария – языческий город в Палестине. Дух велел мне не раздумывая идти с ними. Как Дух велел. Да, смотрите. Вот тоже удивительное сочетание. Луканя случайно это обращает внимание. Внешние совпадения. Вот он молился, и тут три человека. Одновременно это откровение от Бога. Это и от Бога, и от людей. Да, потому что они, в конце концов, его призывают. Не просто он решил, ну, а теперь я пойду в Кесарию язычников крестить. Нет. Есть запрос на это. Есть его готовность. Есть ответ. То есть это сложно разворачивающееся действие. Вот эти шесть братьев тоже пошли со мной. Опять-таки как свидетели того, что происходит. То есть мало ли кто, что там один сделал где-то. А они наблюдали все. И мы пришли в дом того, кто меня позвал. Он рассказал нам о том, как видел у себя ангела. То есть откровение с двух сторон. По-разному, но об одном. Ангел сказал ему. Пошли людей в опию за Симоном, которого называют Петром. И он расскажет вам о том, как ты и все твои домашние будете спасены. Опять-таки, почему ангел не может сам его и покрестить, и всему научить? Потому что церковь — это человеческая организация. Да, в ней Бог является себя людям, но она состоит из людей, а не из ангелов. И поэтому в церкви очень часто можно видеть, как люди думают, что должны прийти какие-то особые святые люди, что-то совершить. А нету никаких особых. Есть только такие, как мы. Святые, собственно говоря, такие, как мы, но только те, которые услышали этот призыв и его исполнили. Ангел сказал ему. Пошли людей в опию за Симоном, которого называют Петром. И он расскажет вам о том, как ты и все твои домашние будете спасены. Да, вот спасение приходит через церковь. Хотя, казалось бы, ну, ангел, кого ему не достает, чтобы все это объявить и сделать? Когда я начал говорить, это Петр рассказывает, на них сошел Святой Дух, так же, как он сошел вначале на нас. Вот опять-таки, он начал говорить, но Святой Дух — это печать того, что это угодно Богу. Вот это все время сработничество. Это не Бог, который отправляет людей и говорит, делайте так, волю Божью, и они идут и делают. Это фанатизм, это сектанство, когда такое происходит. Это не... А давайте-ка мы придумаем какую-нибудь хорошую, уютную, приятную церковь, где все будет так, как нам нравится. Это уже человеческое изобретение, много таких есть человеческих организаций. А это вот сработничество Бога и человека. Тогда я вспомнил слова Господа. Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Святым Духом. Оказывается, это и раньше уже было. Это предсказано, только никто не знал, в чем это будет выражаться. А крещение — это обряд погружения в воду. То есть он в воду вас погружал, а в какой-то момент вы погрузитесь в Святой Дух. Поэтому, если Бог дал им тот же дар, что и нам, поверившим в Господа Иисуса Христа, то кто я такой, что препятствует Богу? Помните этот у Гамалиила принцип? Если это от Бога, само в себе оно сохранится. Если вы будете враждовать, только ему будете противниками. Если от людей развалится. Так и здесь. Симон не составляет себе программу «Так надо крестить язычников». Пункт первый, второй, третий, пятый. Стратегия, тактика. Такие у нас будут планы, действия. Нет. Он живет здесь и сейчас. Он живет в том, что его окружают. И он улавливает эти сигналы. Он думает, Святой Дух на них сошел. А я кто такой, чтобы ему противодействовать? Как часто люди отвергают Святого Духа, потому что он не вписывается в их представления, в их планы, в их распорядки, в их какие-то канонические правила, которые, наверное, хороши и верны, но они не выше Бога. Они не забор, в котором Дух содержится. Они некое свидетельство о том, что этот Дух себя проявил. Когда они это выслушали, у них не осталось больше возражений. Они прославили Бога, говоря, значит, Бог дал покаяние язычникам, чтобы они получили жизнь. Сколько богословских вопросов возникает? Они будут еще возникать. В этой книге даже будут описаны некоторые из них. Что должен делать язычник, принявший христианство? Должен ли он становиться сначала иудеем? А если нет, то что прямо все дозволено, вот был язычник, язычник и остался, но только Святого Духа принял, тогда в чем, собственно говоря, разница с остальными язычниками? Куча вопросов возникает, но они их не обсуждают. Жизнь все расставит по местам. Вот жизнь проявилась в этом. Жизнь свыше, жизнь, в которую они погружены. Надо просто жить этой жизнью и быть очень внимательным к тому, что происходит, и чутким, к тем свидетельствам, которые Бог нам дает, и на которые посылает нас. А верующий рассеянный гонением, которое началось из-за Стефана, помните, там уже рассказывалось об Стефане, дьяконе которого забросали камнями, и, соответственно, началось с этого какое-то гонение, но оно в результате только способствовало росту церкви. И это очень важно, что именно здесь этот эпизод происходит. Раньше они жили в Иерусалиме компактно, друг с другом общались верующие, ну, вокруг были иудеи, допустим, неверные, но с ними все более-менее понятно. А тут они окажутся где угодно. Финикия, Кипра и Антиохия. Другие области, там другие нравы. Там язычники, которые о Боге, может быть, с толком единым, ничего и не слышали. Что с ними быть, как делать, а если они обращаются? Вот как раз история, которую Петр рассказал. Дошли до Финикии, Кипра и Антиохии проповедуют только иудеям, потому что кто его знает, эти язычники, как с ними себя вести? Вот очень часто проповедь обращена к своим. Вот проповедник находит такую аудиторию, чтобы гарантированно услышать аминь, а ты поди к другим, а ты поди к тем, которые не такие, которые тебе скажут «Чё?», да, и ты не будешь знать, как им ответить. Это страшно. Вот пока они не берутся. Однако некоторые из них, враженцы Кипра и Кирина, а это области, населенные язычниками, Киринея, соответственно, в Ливии, пришли в Антиохию и начали рассказывать радостную весть о Господе Иисусу, так же и грекам. Они живут среди греков, как это они своим соседям, друзьям не расскажут. А значит, они свободно привыкли общаться, не только в этом своем маленьком мирке, где вот всё такое, как мы привыкли, но в большой мир они выходят сами. Рука Господня была с ними, очень многие поверили, обратились к Господу. Смотрите, та же самая история. Они чувствуют в себя готовность, они чувствуют этот призыв, они действуют, и рука Господня это подтверждает. То есть происходит по их действиям. А как часто бывает так, что человек вот долбится в одну какую-то точку, и всё бессмысленно, и вот ничего у него не получается, а он долбится, 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 значит, рука Господня не с тобой. Значит, что-то другое надо делать, или как-то по-другому. Весть об этом дошла и до церкви в Иерусалиме. Это такой центр до сих пор, да? Оттуда послали в Антиохию Варнаву. Варнаву у нас уже был, он будет ещё один из вот этих самых ранних, первых христиан, который обратился среди первых. Когда Варнава прибыл, увидел милость Божию, он обрадовался, убеждал всех оставаться в своих сердцах верными Господу. Опять-таки, он мог бы сказать, я из Иерусалима, я тут вот самый главный, слушайте, что я скажу, вообще давайте разберёмся, что в этого тут никого не спросить. А он радуется тому, что он видит явное возрастание в вере, вот какое-то полное доверие друг к другу. Варнава был добрым человеком, полным Святого Духа и веры, благодаря ему множеству людей пришло к вере в Господа. Что нужно делать, чтобы быть хорошим проповедником? Добрым человеком быть, полным Святого Духа и веры. Остальное приложится. То есть, если человек так живёт, что в нём видна красота этой веры, её силы, её притягательность, то он будет проповедником. Ну, а если нет, то всё остальное довольно бесполезно. Затем Варнава пришёл в Тарс, чтобы разыскать там Савву. Тарс — это Кирики, это посевернее, чем Антиохия, нынешний юг Турции. И это родной город Саввла, который потом станет Павлом. И о нём уже известно. Варнава вот такой собиратель. Да, вот тут язычники, там ещё у нас Саввел обратился. Надо же, как интересно. Мы думали, что он наш враг, а окажется, нет. И когда он нашёл его, он привёл его в Антиохию. Антиохия становится центром. Вот с этого момента Антиохия становится центром. Почему? Потому что это очень крупный город. Собственно, он был столицей всей восточной части Римской империи. Ну, неофициальной, конечно. Потом Константинополь отстроился, но до этого ещё далеко. Александрия египетская. Ну, и Александрия очень уж египетская. Там всё довольно своеобразно. Антиохия — это такой перекрёсток. Сегодня это маленький городок Антаке на самом юге Турции. Даже вот страна Сирия оказалась, вот, не вместила его в свои пределы. Но тогда это была Антиохия на Аронте, просто один из крупнейших городов мира. Александрия, Антиохия и Рим, собственно, три вот в Римской империи. Там, наверное, только ещё на востоке, где-то в Китае, в Индии было похоже нечто. И главное, что это фронтира, это точка пересечения. Вот где самые разные национальности, религии и все остальные встречаются. И это удобная база для проповеди по Восточному Средиземноморью. Очень удобная база. Итак, значит, Варнау привёл нам Савула в Антиохию. Целый год они оставались в Антиохийской церкви и учили множество народа. Именно в Антиохии учеников стали впервые называть христианами. Маленькая такая заметка. А почему в Антиохии? А смотрите, собственно, в Антиохии рождается представление о христианстве как об отдельной вере. Потому что в Иерусалиме это ещё иудеи, которые приняли своего мессию. Поэтому зачем их называть как-то особенно? Они и есть Израиль. А в Антиохии это уже бывшие иудеи, хотя они себя, наверное, не считали бывшими, язычники, язычники точно бывшие. Люди разных народов. Как их назвать? Вот что их объединяет? Их объединяет одно — Христос. Сколько после этого будет всяких культурных ценностей, политических объединений, духовных идей, каких-нибудь традиций, всего остального, то, что нас объединяет. А объединяет нас, на самом деле, одно — Христос. Остальное бывает разным. Поэтому называется христиане. Всё правильно. В это время из Иерусалима в Антиохию пришло несколько пророков. Ну, там начинается жганение, уже начались давно. И пророки, что интересно, это служение в ранней церкви. У нас вот такого давно уже нет. То есть в Ветхом Завете не кончилось пророчество. Как они пророчествовали, о чём мы толком не знаем. Но важно, что это вот не просто люди со странностями, да, как мы бы сказали, а это служение, пророки. Вот их так все официально и называют. Один из них по имени Агав встал и духом предсказал, что по всей земле будет страшный голод, что и случилось во время правления Клавдия. Клавдия — один из императоров. Поэтому ученики решили послать помощь братьям, живущим в Уде, и каждый по своим возможностям. Опять-таки, настроение какое? Вот в Антирихии богатый торговый город наверняка достаточно состоятельных христиан, да? А Иерусалим, Иудея — это провинция такая далёкая Римской империи. И они даже ещё нет нужды, но они о ней уже заботятся. Каждый по своим возможностям, опять-таки, вечные споры, кто сколько должен платить, а вот кто сколько может. Так они и сделали посла Фарнаву и Савла доставить собранные деньги в Иерусалим и вручить их старейшинам. Вот, собственно, начинается церковное служение Савла, будущего Павла. Начинается с чего? С чистой хозяйственной деятельности. Отнести пожертвование. Дальше он будет это делать не раз. Но, конечно, на этом всё не закончится. Впрочем, пока ещё не только про Савла. Следующее, двенадцатая, про Павла будет.